всем привет сегодня 20 ноября время 11 час я уже вся в делах я съездила сейчас иду оттуда отправила посылку дорого через дык оказывается но посылка будет через два дня дочери спросила она говорит ну ты же уже все равно приехал давай тебе деньги перекину и с доставкой мне посылка обошлась там габариты до габаритов наверно зависит надо расценки будет посмотреть следующий раз когда буду отправлять я в коробке отправила ящики картона но с доставкой прям до дома 780 рублей в ивантеевку через два дня они получат так что я вот иду на улице очень тепло но где-то около может ноль потому что еще пока не тает но там вот под таллинки немного видны вообще по дорожке идешь там сплошной гололед я как корова на льду шла с этими пакетами в одной руке пакет такой где у меня все сложено кошелек телефоны а в другой пакет с ящиком был очень быстро я доехала очень быстро без очереди сдала это все там на почте пока в очереди постоишь так не рад будешь ничему а а здесь все быстро ну как говорится за удовольствие нужно платить так что мы вот за удовольствие я переживаю не мои деньги а я все равно переживаю вот сейчас хочу зайти в магазин здесь я все время когда здесь бываю захожу в магазин артемида они всякую выпечку вкусную делает увидела мир столов сейчас тоже зайду посмотрю мне же нужная стул посмотрю может быть что-то я себе подберу а может и нет не знаю ладно мои хорошие пойду-ка я вам хорошего дня подошла я к артемиде вот такой большой магазин какие красивые вывески у них все такое аппетитное такой фарс с рыбы взял съел я еще кушать хочу а с этой стороны вот магнит магазин комфорт один из первых мебельный магазин который у нас здесь в волгодонске открылся к салон мебели ну что зашла я в этот мир там столько много кресел стулья всего вы не представляете разбегаются глаза от полторы тысячи и выше кресла я имею ввиду ну что по весовой категории до 110 килограмм а у меня то больше 110 килограмм ну что покупать на на срок который прослужит там я не знаю сколько времени прослужит там я знаю что под моим весом быстро ломается колесики выходит из строя крестовина и так далее вот поэтому я решила пока воздержаться мне посоветовали обратиться в одну фирму говорит что там изготавливает на заказ надо узнать их расценки возможно я закажу там не хочется чтобы на один день купить вещи она один день прослужила а при нашем сейчас в качестве как у нас все изготавливает я думаю что проще переплатить при изготовлении индивидуально хотя не факт ладно пошла я в магазин я пришла домой и вот что я купила в артемиде вот такая сметана бабушкины продукты 20 процентная здесь 0 9 килограмма и стоит она 153 рубля во-первых банка во вторых почти килограмм у нас домашнюю сметану продают значит из под сметаны баночка вот это там 300 или 400 грамм даже я не знаю сколько по моему 300 и продают по 150 рублей иногда и 170 так и получается так где тут сметана вот так я читаю тяните тут фиг поймешь что тут написано вот вверху 150 рублей 153 рубля 00 скидка даже какая-то минус 10 рублей дальше хлеб 32 рубля вот такой хлеб 8 злаков я там покупаю я же уже говорила у них всегда очень вкусные хлебные изделия вот такой хлеб 32 рубля ну хлеб вообще подорожал затем вот такую вермишель купила галина быланка очень редко нам не встречается не очень я ее люблю она в супах и так приготавливать очень быстро три минуты всего лишь и она готова вот дальше купила шпикачки так называемые вот стоит 239 рублей килограмм вот здесь на сто восемьдесят восемь рублей я купила это мне теперь хватит надолго я по одной сортельки их варю как раз вермишель есть и купила такие язычки язычки по девять рублей сладенькие слоеные но еще я купила себе побаловать вот такую йогурт слабо да это мне на два раза за один раз я не смеет не съедаю на два раза мне его хватит и вкусняшка но в общем купила на пятьсот сорок девять рублей сорок девять рублей и то я купила потому что дочь выслала денежку на посылку и выслала сверху но я и потом отправлю деньги получу отправлю все назад потому что как бы я вязала в подарок а получается что за ее деньги просто у меня сейчас нет я ну мы потом с ней все это сделаем взаиморасчетом так что вот такие вот у меня покупочки сейчас сварю вермишель сварю себе сардельку время сейчас уже 12 часов пока это все сварится покушаю пойду уже на уколы сегодня не выходила еще на балкончик сейчас вот вышла взять кастрюльку чтобы сварить сардельки у меня кастрюли на балконе здесь у меня стол стоит и я выношу на стол так как у меня был же стол на кухне в который я засунула духовой шкаф а все кастрюли вынесла сюда вот и что я увидела я с самого утра слышала что пила все время гудела и смотрите что у нас делает здесь тоже отпиливает деревья наверное везде хотят спилить тополя потому что на самом деле когда тополиный пух летит это просто с чем-то и вот я не знаю по заявкам самих жильцов или может быть это для всех делают не знаю но факт остается фактом спиливает может и наш вот этот тополи спилит он такой огромный с этой стороны тоже на улице видите совсем потаяло я шла как корова на льду а сейчас видите уже все потаяло время приближается к двенадцати и уже потеплело там вообще дорога оттаяла так пошла я за кастрюльку буду готовить себе обед и вот такой замечательный обед у меня сегодня я желаю вам всем приятного аппетита встретимся попозже время 16.45 у нас уже темнеет видите а я вышла посмотреть еще раз продолжает ли там работать или нет смотрю что продолжает мне то не слышно так сильно это когда я на кухню захожу то слышно у меня же теперь пластиковые окна и как бы прохладненько я только на проветривание с утра там в обед вечером когда там захожу на кухню открываю ой ветер ветер опять поднялся смотрю что они опять все таки продолжают пилить и не знаю радоваться этому или расстраиваться наверное радоваться потому что столько людей болеют аллергия от этого пуха не знаю у меня даже белье высохло я тут вчера вывешивала стирала высохло белье за вчера и за сегодня так что на улице тепло не холодно там вообще дороги уже потаяли я же говорю уже у нас опять пришла весна пойду посмотрю что у меня делается в компьютере сегодня практически не вязала потому что целый день в расходах я в разъездах после обеда после того как пришла с поликлиники немного повязала я хочу сказать что да действительно у меня такое состояние вот непонятное какое-то после того как я прихожу с поликлиники вот и я пришла домой и чувствую что опять у меня какая-то слабость все и тоже спать опять захотелось ну я перебила сун я села в кресло начала вязать вязала я плед повязала немного сегодня вот включила сериал сериал немного посмотрела я досмотрела невеста из Стамбула до 61 серии ну там уже 62-я вышла но пока еще озвучки нет я начала смотреть опять турецкий сериал называется наша история и уже я посмотрела 26 серий вот так я смотрю на кухне я поставила шейки готовить сейчас я приду на кухню покажу вам открыла сметану попробовать вот такая замечательная сметана как говорят стоит ложка это это мой обед видите от чпикачки сколько я всего лишь отъела что-то она мне не пошла хотя она в принципе вкусная она не соленая как обычно соли напихает очень много но она жирновата здесь вон видите внутри жир и я не очень люблю такие но съем завтра пожарю с чем-нибудь с яйцом и поем сегодня уже я ее не буду есть здесь у меня готовятся шейки Ира Мусина рассказывала в своем видео я сегодня его посмотрела о том что она там купила холодец и мне так захотелось холодца вот такую большую кастрюльку я поставила здесь у меня 900 грамм шеек и залила водой вот это у меня будет до позднего вечера и это на медленном огне готовится а потом я уже разложу по тарелочкам по емкостям и у меня будет замечательный холодец я всегда готовлю вот такой холодец куриный мне очень он нравится а здесь у меня борщ я решила перекипятить его потому что у меня в холодильнике не было места я его поставила на балконе и так как он у меня уже два дня простоял я решила его перекипятить чтобы он у меня не прокис вот и уже он почти закипает сейчас я поужинаю этим борщиком и когда остынет поставлю уже в холодильник в холодильнике место освободилось вот ну и в завершении своего влога я хочу показать насколько еще у меня продвинулся плед специально разложила диван чтобы вы могли увидеть у меня получается он так в 2 метра в ширину и сейчас я уже провязала вот сейчас здесь видно 74 сантиметра и я у себя раскопала еще вот такой цвет он не повторяется вот видите такого цвета нет у меня вот такой бледно розовый вот и решила сейчас вот этот цвет я свяжу и у меня будет 80 сантиметров это получается 80 плюс 80 это будет метр шестьдесят а покрывало или плед должно быть два двадцать это получается 60 сантиметров мне нужно будет провязать каким-то другим цветом вот у меня есть два моточка вот такого черного цвета 60 сантиметров это получается вот сейчас 74 это 15 сантиметров это получается вон как много нужно одним цветом провязать а у меня одним цветом что-то я подумала вот этот вишня и мне кажется слишком ярко будет для пледа вишня посредине в общем я не знаю мои мысли запутались вот если бы хватило черного было бы вообще супер ну наверное мне его не хватит ладно подумаем так что вот я сегодня уже провязала две полосочки начала третью третью полоску я сто процентов сегодня провяжу а дальше будет видно сейчас я вот сегодня вообще ничего кроме пледа не вязала но как я уже говорила один ряд у меня занимает двадцать две минуты получается шесть рядов я связала это больше двух часов я потратила вот то есть получается одна полоска час больше часа занимает так что можно посчитать по полоскам сколько часов я потратила на этот плед я желаю вам всего самого наилучшего легких петель хорошего настроения солнышко в душе и я прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина с мальчиком летом я сейчас кажу что Продолжение следует...